Привет! С вами Game Club Pub. Полчасовые ренты на самые разные темы и немного игровых новостей. Раз в неделю мы обсуждаем всё самое важное из того, что произошло за последние 7 дней в игровой индустрии, и стараемся не унывать. Меня зовут Николай Лапко. А меня зовут Николай Третьяков. Это подкаст Овертайм. Всем привет, с вами снова Овертайм. С вами Куля Эл, Куля Т. И сегодня в гостях у нас Ашот Эхвердян. Ашот, привет! Привет, ребята! Вот, поговорим мы обо всяком, да, обычно там с гостем по всему плану проходимся, но в принципе сегодня такой план, что ли, как бы... Ашот попросил его избавить. Да, я его понимаю. Вот, поэтому просто со Шотом поговорим. Ашот, во что играешь в последнее время? Скорее, во что я не играю. Во что хотел бы поиграть? У нас пошел трет про Тиранию. Про то, что, типа, ты говоришь, там, бесплатный уикенд, рекомендую. Это было про... Как его? А, нет, не про Тиранию, ссори, ссори, ссори. Про Тайзер Нуменеры, да. Про Тормент, да. И как-то... И меня это, конечно, прямо удивило, потому что я помню свое... Так, ну, во-первых, я фанат предыдущего Planescape Тормента, который... Ну, как предыдущего, единственного, который был вот еще тогда. Вот, причем тоже игра, которая нравилась критикам, мне кажется, люди этого вне толком... Ну, как-то не играли. Такой, ну, культ, в общем, не популярный. Насколько я помню, она же тогда провалилась. Вот. Ну, в продаже, да. Теперь, да, такой... Вот они сделали сиквел, не сиквел, типа, как-то, духовный продолжатель, да? Духовный наследник. Идейный, да, и как бы на этом вот кикстартер, на этом... И когда ты думаешь, вот, да, наконец, игры такого плана нет, естественно, нет. И там вот первый раз, не знаю, за 20 лет, да, выходит что-то подобное, и ты думаешь, вот, ну, наконец-то, ну, открываешь, а там вот это вот, не знаю, если вы видели, и говорю, сам, вот вы понимаете, о чем речь. И как-то... Да, и Коля Третьяков говорит, что, типа, не знаю, а мне понравилось. И как-то, вот, меня это, конечно, удивило, потому что, типа, Коля, как это может быть? Коля, как это может быть? Чем тебе понравилась эта игра? Я, наверное, прошел, в лучшем случае, на четверти завтра. То есть у нее есть четкое... Она производит четкое, конечно, впечатление, что это именно духовная наследница, что вот люди, которые играли в оригинальный Planescape Торминт, они решили сделать духовное... Ну, я не знаю, кстати, как это описать. То есть, ну, впечатление эмуляции она производит. Я согласен, но... Вот тут, да, я как-то удивлялся сперва этому, а потом, да, я догадался заглянуть в Steam, посмотрел на Колин Плейтайм Торминта и увидел, да, что он ее бросил ближе к началу. И, собственно, вот эта вот та вещь, да, которая... За которую критиков не любят, по большому счету. Потому что, ну, люди, которые смотрят проекты, ставят оценки, они подходят к этому, к играм. Вообще абсолютно совершенно иначе, чем... Ну, чем потребители. Мы не ставили оценки. Нет, тут... Просто понравилось. Я бы оценка, да, что для нормального человека слово понравилось означает, что, типа, вау, хорошая игра, там, прошел до конца. Вот. Когда ты запустил, посмотрел, ну, ничего, так и бросил. Нет, ребятки. Это, в общем, не называется, понравилось. Но это, как бы, вот проблема вообще критики, да, что... Ну, проблема, да, о ней, кстати, можно поговорить, потому что вот у меня в последнее время там на стиме возникают всякие популярные отзывы на те игры, про которые я делаю видео. И, естественно, у меня там плейтайм, ну, в каждой, типа, по 2-3 часа в основном, потому что, ну, это первое впечатление. Я не лицензия там и так далее. Никаких оценок не ставлю, просто там рекомендую или нет. И, да, люди спрашивают, мол, а, типа, дальше играть будешь? А я такой, ну, как бы, вообще-то, очень хотелось бы, но у меня впереди тут вот еще эта игра и еще вот эта игра, и нужно про все это же видео сделать, а также у меня вообще-то это, типа, не основная работа, и все такое далеко. Поэтому вот у меня там, что было? Баттлтек до сих пор я, ну, после того, как второе видео сделали, там я пострелил, потом мы сделали видео, после этого я так и не играл. Потом была Frostpunk, которая тоже поиграла несколько часов для видео, сделал видео, все, дальше не играл. Была, естественно, Pillars of Eternity 2, которую я поиграл часов. Жу, ой, чтоб не соврать, сколько сейчас, посмотрю. А, ну, уже 12 часов. Ну, да, я немножко все-таки нашел, значит, время, чтобы поиграть не после того, как сделал видео. И очень хочу дальше, но... Ну, да, ну, да, ну, вот эта вот фишка, что вот когда TotalBiscuit делают свои прекрасные видео, да, он каждый раз предупреждает, что это не рецензия за первый взгляд. И вот в этом, да, проблема, что когда человек, ну, просто игрок, да, оценивает, ну, о чем-то рассказывает, то скорее всего он проводит в, там, в игре, ну, во-первых, он либо, там, доходит до конца, но он проходит, проводит в ней разы больше времени, чем критик. Ну, то есть у нас получается такая ситуация, когда аудитория знает про то, что пишет критик гораздо больше, чем он. И это касается вообще, ну, всех профессиональных рецензий, потому что невозможно же, там вот сейчас вышел, да, TotalBall. Я думаю, с кино, я думаю, с кино проще. Это именно с играми, потому что на игры кино ты посмотрел за два часа там? Конечно, кино, музыка. И пересмотрел еще пару раз, тоже без проблем. Это, кстати, вот, это надо здесь сделать пометку, что это очень для игр, как медиа, это очень важная особенность. И, да, потому что если ты в Total War, не знаю, там, играл меньше, там, 50 часов, то, как бы, ты вообще не можешь, ну, какая рецензия, ты там не видел ничего, кроме пользовательского интерфа. Да, также там всякие парадоксы игры, то есть, когда поиграл первые, ну, скажем, сколько там, не знаю, 5 часов в Surviving Mars, и такой, думаешь, ну, вообще, игра года, потому что Mars атмосфера, там, музыка, значит, дроны туда-сюда ездят. Вот, а потом заходишь читать на Steam отзывы, и там пишешь, фу, типа, AI говно, интерфейс еще хуже, и там, значит, никакой реплиабилити в игре нет, я не могу в ней провести, типа, 200 часов, как хотел раньше. Ну, понятное дело, потому что стратегия, это вообще, там, 50-100 часов, да, для того, чтобы, ну, сделать адекватную рецензию. В итоге, ну, собственно, для меня, конечно, символ вот того, насколько критики разбираются в играх, это вот то прекрасное видео, кто это был полигон, да, когда был первый взгляд на Doom, вот, и я не могу не убить, когда им был. Не, ну, слушай, ну, это какая-то прям была экстремальная ситуация, когда человек, не знаю, первый раз там контроллер руки взял и в шутер попытался поиграть. Еще можно вспомнить, когда человек этот в Cuphead играл. Это вот метафора того, как, ну, того, насколько профессионалы слова, но, в принципе, это, кстати, это, с одной стороны, вот, Коля Передиков сказал, что это проблема только игр. Если касаться искусства, то да, но это та же проблема, например, когда, ну, журналисты пишут, там, о науке, потому что журналист не специалист, он ни хрена не понимает, и он, как бы, пересказывает то, что он понял, как он понял, как бы, это страшно испорченный телефон каждый раз. Вот с играми мы имеем, на самом деле, схожая ситуация. То же самое, на Reddit заходишь в комментарии, какую-то новость научную, и там сразу все разжевывают, почему, значит, заголовок врет. И так же то же самое в тредах проиграть. Reddit, он вот очень важен, потому что, я не знаю, да, то есть я немножко писал там про науку, и, конечно, это очень, очень, очень тяжело, потому что, ну, легче всего там про, не знаю, там всякие социологические вещи, просто социологию, археологию писать, но, блин, даже про космос там... Даже. Нет, ну, что там за физика? Дело в том, что про космос можно написать и писателям, да, сейчас я смотрю в детском этом... Нет, просто дело в том, что с детства я там всякие, в общем, много всяких этих читал, то есть я более... Потому что очень многие люди, ну, то есть на уровне они не отдают себе представления, не отчета о нашем месте во Вселенной, они очень сильно удивляются, когда узнают, что в галактике там от 100 миллиардов звезд, возможно, гораздо больше, то есть они думают, что там... Ну, там, что там, как в Повелителе Ориона, так-то, ну, 100-200, там, ну, я могу сказать, что утерируют, там, ну, что там, не знаю, 100 тысяч, там, и всякое... Кстати, мы тут возвращаемся немножко к Торман Тайцев Неменера. Да, 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 я, кстати, сейчас я... У меня сформировалось даже за небольшие часы, которые я наиграл, претензии, то есть, ну, я бы сказал, что все впечатления, они как угры там, да, они слоисты. В общем, это, как луковицы. То есть, вот, ты играешь там, о, круто там сначала, вот это вот... Но уже когда несколько часов там наиграно, ты обнаруживаешь, что в Тайцев Неменера не очень хорошо работает внутролевая система, вот именно почему эта игра сводится к интерактивному роману, потому что там, ну, не совсем очевидно она работает, и там еще меньше, чем, ну, в оригинале там перекореженная ДНД-система. А здесь эта система этого чувака, Монти Кука, который не родственник Зеба Кука, и она, наверное, очень хорошая, но может быть, я не знаю, конечно, но за эти там сколько я, 8 часов там наиграл, может быть, меньше? Шесть, Курин. Шесть. Она не раскрывается, вот, и как бы, может быть, она раскрывается потом, я не знаю, но вот... Сколько я-то наиграл, вспомнишь? При том, что, конечно, да, в оригинале там тоже, там, вот сама эта ролевая система, она не столько значит, сколько разговоры, то есть, потому что там только с крысами можно крыс ножом попырять, и по большому счету там, в общем-то, ну, не знаю. Я вот тоже посмотрел, я, значит, наиграл тоже шесть часов, вот, но у меня есть, конечно, контраргумент ко всему этому разговору. Нет, погоди, а что, да ты сам, сколько ты наиграл этот в Тайдзу Минера? Понимаешь, у меня, не помню, часа два, там был предыдущий... Вот так вот. Был предыдущий как раз бесплатный акенд, когда там только начинается игра, и на тебя вываливается этот инфодамп. Ну, то есть, понятно, что люди, они вот, они не помнят саму игру, они помнят репутацию игры, да, что тогда вот было, что типа, да, Planescape Tournament — это где надо много читать. Если вы запустите саму игру сегодня, а на самом деле не так много надо читать. Там нет вот этих описаний, там, не знаю, там, на 10 абзацев, типа, расскажи мне там про вот этот дом, про другой дом, про третий дом, и у тебя все это вываливается, вываливается, вываливается. Потому что человек решил, что в текстовой игре должно быть много текста. Ну, или ему платят просто за объем, я не знаю. И это, конечно, очень печально, потому что в оригинальном Tournament там, во-первых, далеко не на каждом диалоге было много опций, вариантов ответа, а были только тогда, когда, ну, это имело смысл. А во-вторых, текст был короткий. Вот это сейчас как-то странно. Ну, то есть лучше, лучше всего, конечно, запустить игру сейчас, потому что если не касаться технических вещей, то с точки зрения вот именно дизайна, он не устарел никак. Ну, понятно, текстовые вещи вообще не устаревают. И, ну, это ошибка там начинающих, например, изготовителей текстовых пестов, да, когда человеку кажется, что поскольку тут кроме текста ничего нет, давай я сейчас буду вываливать огромное описание всего. Не надо. Это, и то, что вот эта детская ошибка, она всю дорогу топит вот этот вот большой проект, который должен быть продолжать небольшой. Да? Ну, да, но это было там первые полтора часа там в прошлый раз. В этот раз бесплатный уикенд, там, в заход я захожу, там, почему, неважно. И как-то смотришь, да нет, да вообще можно играть, да все даже приятно. И там минут через сорок выхожу, думаю, нет, приятная игра, чего я в прошлый раз сделал себе. И все. И там следующие два дня бесплатно как-то продолжается, и нет желания не запускать. То есть я могу сказать, что, наверное, она мне скорее понравилась, она стволяет какие-то более приятные впечатления. но, как бы, у тебя нет желания с ней дальше связываться. Поэтому я прекрасно понимаю, там, у Кольма шесть часов, и, в общем, он оказался даже терпеливее, чем я. А, прости, пожалуйста, ты говорил что-то про тираннее. Оговорка, потому что, слушай, эти проекты парадоксы, так похожи друг на друга. Это проекты парадоксы, они парадокс-издатели, да. Ну, Торминда, по-моему, даже не парадокс. Те, я не знаю, надо посмотреть. Ну, ладно, не может вообще. Я путаю Obsidian из студии Брайана Фарга все время. Да, издатель Techland у Торминда. То есть, Тайдзу, я вот все время путаю, это ужасно. То есть, кто делал этот Торминд? Торминд, и кто вот, то есть, как, ну, просто, на самом деле, не важно, что-то ты про тираннее сказал, она тебе понравилась или нет? Тираннее у меня до сих пор в списке, посмотреть когда-нибудь. А, то есть, ты ее не трогал? Ну, вот она, на мой взгляд, опять-таки, я просто подумал, почему, ну, мне кажется, что она, пожалуй, все-таки лучше, чем, потому что там все-таки, там именно, там работающая ролевая система, и она... И коли я прошел, да, это я прошел. Монте, ну, куда там. Сейчас я посмотрю, сколько я в нее играл. Погодите. А я прошел. Ты прошел, да? Она гораздо мне тоже больше нравится, чем Пиларс Ветернити. Мне больше нравится, чем Турман Тайцев Номенера, потому что я прошел, а это уже большое достижение для игры. Это рекомендация, да, это главная рекомендация. Ну, вот, кстати, смотрите. Она короче гораздо просто, чем эти две другие. Тираннее я проиграл, при том, что я играю медленно, 21 час. То есть, это, наверное, тоже какой-то показатель. Мне кажется, за это время у меня проходит, конечно. Ну, я не знаю, у меня это с 19 пресса. Лезу везде, вообще-то, только где только можно. Я, наверное, там в лучшем случае на третью прошел. Ну, она на хайле реплея был. Там, значит, прям почти в начале игры занимаешь позицию одной из фракций и моральную позицию одновременно. И это намного влияет. То есть, в принципе, это может три раза, по-моему, это или даже четыре пройти, и будет все сильно по-другому. Вот. В отличие от, опять же, там пилор заветерненье. Вот она нам... Как ты сейчас это произнес? Ну, вот, там, что-то нет такого, еще не было такого ощущения. На мой взгляд, вот чем она лучше, над тираней не давлеет наследие того, что она там чья-то духовная наследница. Там очень интересный, так называемый, премис. Там, типа, быть на стороне зла и всякое такое. Но, на самом деле, опять-таки, там вот многие очень... И я в нее, кстати, поэтому-то и не хотел играть в тираней, потому что там обязательно надо быть злым. Но, оказывается, в общем, когда я выяснил, что там можно извернуться и встать на сторону хороших, то есть это очень непросто, на самом деле. То есть нужно будет выполнить несколько условий. Ну, то, что непросто, но если вот ты не знаешь заранее про это, то фиг ты догадаешься. Это фактически без шансов, без каких-то там догадаться, что можно на сторону этой вендоринга перейти. Ну, вот это, на самом деле, очень круто, что можно. И я прямо очень сильно там... Ну, я же говорю, наедут. Это можно несколько раз пройти и будет очень сильно отличаться. Одно прохождение от другого. Ну, мне одного хватило. Это действительно уже... Ну, я не привык, короче, просто игр, тем более такие здоровенные, перепроходить. Так я что хотел сказать? Вот если уйти от Торманд, Тайзов Нуменера и Тирани, в качестве контраргумента, что большинство игр, они себя... Ну, они не настолько сложные, короче. Большинство игр человек с опытом может оценить, ну, реально, за первые несколько часов. То есть... Не оценить там, может быть, сколько в ней может часов провести. То есть, если там, типа, поиграл пять часов, допустим, into the bridge, и такой говоришь, ну, вообще, суперигра года, а потом еще пятнадцать, допустим, играешь, такая, ну, все, это как бы уже то же самое надоело. Не то же самое, ну, то есть ты не можешь не провести там двести часов, как люди играют в FTL, и много других примеров. Десять часов, господи. Не, ну, FTL там, моды, и так далее. Вот, ты, вот, про это, про вот это вот плоское, плоский рогалик. Ты про это говоришь? Ну, вести часов. Фастерденлайт, да. Обалдеть. Ну, у меня вот сто шестьдесят один час. Люди в Binding of Isaac играют больше двух тысяч часов, там, и так далее. Ну, то есть, это, а это, вроде как, ну, просто такой рогалик, да. Ну, понятно, это как домино, да, в это можно играть двести часов, но с другой стороны, вряд ли ты там не видишь. Что-то. Ну, ладно. Ну, и, короче, да, я к тому, что человек с опытом может увидеть хороша игра или не очень хороша в первые несколько часов. То есть, понятно, что вот, там, подожди, понятно, что вот у нас было видео про Pillars of Returns, и я там такой говорил, что, мол, ну, чуваки, как бы, я не знаю, в игре еще впереди, там, сотни часов или больше, поэтому я честно вам скажу, что я вообще фиг знаю. Мне первые, первые пару часов понравилось, но что будет дальше, все может быть. Вот. То есть, я тогда еще даже не видел этих дурацких текстовых боев на кораблях, которые вообще, я не знаю, кто их придумал, дурак какой-то. Что? Если там в BattleTech и текстовые бои. В этом, в Pillars of Returns 2. А, господи. Ой, это просто кошмар, там тебе показывают расположение твоего корабля по отношению к кораблю противника и ты отдаешь текстовой команды повернуть туда, повернуть сюда, значит, ускориться, замедлиться. Слушай, я фанат текстовых квестов, на самом деле. Ну, нет, ну, нет, это просто кошмар, короче. Я понимаю, что это левая резьба просто максимально возможна. Ужас, ужас. Вот, да. Ну, там, там другие текстовые квесты, которые, ну, возникают во время, не знаю, эксплоринга и проверяют твои, прокачку твоей скиллы персонажей, как и в первой пилотской Тене они были. Они, да, они хороши. А вот это вот, ну, я не знаю, короче, если, если вы вот слушаете, дорогие зрители и слушатели, и знаете, о чем я говорю, вы, наверное, да, вы, наверное, киваете там сейчас. Вот. Ну, и да, то есть, и второй момент, кроме того, что большинство игр довольно простые, ну, понятное дело, что речь не идет, там, о тормонтайцев, на Монеро и так далее. Есть еще такая штука, как, ну, не побоюсь этих слов, типа, не репутация критика, да, а вот, как, как это назвать, короче, что, если ты постоянно смотришь, там, видео какого-то человека или читаешь его статьи, то ты знаешь, короче, какие ему игры нравятся, и, если ты нашел такого человека, с которым у тебя, там, скажем, вкусы совпадают, то, даже, вот, по первым впечатлениям, обычно всегда, ну, они тоже будут совпадать. Вот. Теоретически, я могу себе такое представить, но на практике мне такого никогда не было, конечно. Смотри, когда ты говоришь, что достаточно несколько часов для оценки, безусловно, конечно. Не для, не для оценки, то есть, понимаешь, я, я бы не стал писать рецензию по первым часам, но для оценки, типа, окей, мне нравится, вполне достаточно, окей, мне нравится, вообще достаточно, ну, фактически, двух минут, ты там, прошел вот эту вот заставку, там, издать, его рабочих, мне, некоторые игры мне нравятся сразу там, то есть, я запустил первый раз игру Echo, или запустил игру Hollow Knight в прошлом году, и такой, сразу, в главном меню, ну, такой, да, норм, хорошая игра, вот, я оказался, хорошая. У меня, у меня еще, у меня еще не было такого, чтобы я вот запустил игру, короче, и первые пять минут, она мне понравилась, а потом, в следующий час, она мне резко не понравилась, может, ну, не знаю, там, чутье, или так, я игры выбираю, короче. ну, ну, просто, да, одно дело, как-то, вот, какое-то личное впечатление, да, понравилось, не понравилось, для себя, его, естественно, человек составляет очень быстро, ну, в большинстве случаев работает, другое дело, когда ты начинаешь об игре рассказывать, ну, собственно, да, то, чем занимаются, там, ну, я это называю словом критики, это, конечно, больше, чем люди, которые пишут, там, рецензии в журналы, а теперь на какие-то ведущие сайты, и здесь уже, да, вот, начинается как раз проблема, потому что, когда тебе нужно об игре сказать больше, чем полкилобайта текста, вот, когда это у тебя, ну, пара-тройка страниц, все, дальше твое, ну, незнание предмета, оно, в общем, ну, оно вылезает постоянно, и это, да, помню, когда мы с Колей, третийком обсуждали в свое время, это давно, ну, типа, что в среднем игры пишется после, там, семи часов знакомства, вот, у рецензентов, ну, понятное дело, у нас не очень большая выборка, наверное, вот, ну, просто потому, что нельзя заставить, там, рецензента, ну, как бы, просто по деньгам, нет экономического смысла, да, заставлять его сидеть, не знаю, там, сто часов с шестой цивилизацией, в итоге, просто, дело даже, дело в том, что просто, ну, времени нет, она вот вышла, и надо отписать, потому что, ну, понятно, по-разному у людей работает, то есть, экономическое, да, что если бы тебе редакция сказала бы, Коля, там, следующие три недели, ты там, десять часов в день рубишься, да, и как бы на выходе у тебя должна быть, там, рецензия по шестой цивили, там, после двухсот часов, окей, не вопрос, как бы, хозяин-барин, я это сделаю, конечно, но понятное дело, что никто так говорить не будет, скорее, у тебя есть полтора дня, за которые тебе нужно все посмотреть, все написать, поэтому, естественно, ну, это, собственно, одно и то же, нет времени, нет денег, в итоге, каждый раз, когда, вот, в Твиттере, гейм-клабы идет, там, ссылка про понравилось, не понравилось, критикам, я, конечно, у меня есть метод, ну, личной, не знаю, там, рекомендации, да, стоит покупать, не стоит покупать, я схожу на метакритик, на метакритик, я смотрю оценку критиков, это всегда какое-то число, я смотрю на оценку пользователей, это другое число, если оценка пользователей выше, чем оценка критиков, игру брать стоит, если ниже, не стоит, цифры значения не имеют при этом, что, вообще-то, довольно абсурдно, но, как бы, эта система дает сбой, ну, то есть, тут тоже делать поправку, да, когда, бывают, катастрофические запуски, да, и толпа народу в первые два дня приходит, и пишет, миллион, как бы, бомбит игру в ноль, тогда, да, тогда, действительно, эта система не работает, ну, как, не знаю, там, Total War, наверное, каждый практически подвергается такой бомбардировке, вот, но если вот такие случаи отсеивать, то эта система у меня работает практически в 100% случаев, потому что, и она говорит о том, что, ну, то есть, в какую сторону качается баланс, либо тебе игра больше понравится с первого взгляда, либо она тебе будет приятнее спустя какое-то время, и поскольку, когда ты покупаешь, ты, ну, по крайней мере, я, да, это чаще всего не на то, чтобы час посмотреть, да, предполагается, что играть и составить какую-то компанию, какое-то продолжительное время, вот, из-за этого, да, я смотрю, вот, именно вот эту разницу в восприятии профессионалов и непрофессионалов, и не знаю, аудитории. ну, тут дело, дело еще в формате, подходе, не знаю, потому что, я считаю, что, вот, я выпускаю видео про игры, я не пишу, не пишу тексты, короче, на IGN, не пишу текст, не знаю, на канобу, рецензию, или еще куда-нибудь, я общаюсь с людьми, которые, вот, смотрят это видео, там, слушают, ну, не то, что как с друзьями, но почти, да, то есть, ну, более, гораздо более приземленное, короче. Это камень не в твой огород, если что, это скорее, ну, как вот та ситуация, с которой мы имеем дело, ну, как бы, в плане, ну, да, в плане доверия критикам, то есть, ты все-таки, мне кажется, им склонен доверять, потому что ты, ну, именно из-за вот ретрансляции, я не помню, какой-то ресурс, ты не метакритик ретвитишь, но что-то вот подобное. Опен критик, да? Возможно. Нет, я не то, что-то доверяю, да, я просто, я в наш твиттер, я стараюсь, ну, так сказать, усредненное мнение привносить, если, если я не знаю, что это за игра, то есть, я там писал, допустим, о, господи, что это была за игра, а, Destiny 2, да, про Destiny 2 я хорошего не напишу, допустим, в нашем твиттере, и у нее, у нее, у нее, ну, ресензии у нее были ничего, наверное, по-моему, я не помню, но, если сейчас зайти на метакритик, вот сейчас я зайду специально на метакритик, в прямом эфире, Destiny 2 Warmind, дополнение, и просто Destiny 2 OpenCritic, а, точнее, и Metacritic, да, так вот, у Warmind оценка критика в 63, а юзерскор 3,2, у Destiny 2 оценка 83 отца, а юзерскор 3,5, ну, то есть, ну, а тоже, я, например, да, в первых двух дней, я знал, да ведь нет, это не вперед, это просто, ну, как бы, игра говно, вот, это было понятно еще до того, как она вышла, поэтому, то есть, вот, проект про Destiny 2, я не напишу плохого, а если зайти, допустим, опять же, давай посмотрим, ну, на Менера, на Менера, второментайзер на Менера, не такой большой разброс, то есть, 81 у критиков, против 7,0, это, кстати, большой разброс, гораздо меньше, чем у Destiny, у Destiny 2 раз, нет, там полный крэш, обычно как раз, вот, баланс, причем он часто пол, бал и бал, и, ну, это то, что встречается чаще всего, как раз, и это да, я это воспринимаю, как однозначные рекомендации, брать не брать, кстати, вот про вот этот, Тормент, на Менера, я не смотрел, и в общем, ну, понятно, не, ну, вот, если зайти, посмотреть, тут сразу, я не люблю метакритик, метакритик, по многим причинам, тут вот, значит, юзер, отзыв, ноль баллов, поставили, написано, нет игры, дальше написано, плохая, там, боевка, и всякие механики, тоже не очень, окей, типа, письмо, окей, неплохая, основная история, слишком много атмосферы, ну, как бы, на мой взгляд, это там не заслуживает нуля, даже если ты, даже если я признаю, что, ну, как бы, ну, дело в том, что, опять же, вот эти цифровые оценки, полное говно. Смотри, ну, это же, ну, как, это цифровая демократия, да? Ну, да. Типа, ты свой голос даешь, там, в корзину белую, в черную, или ты его разрываешь на кусочки, и там части... Ну, если ты сам же ставишь, в одну часть, в другую. Если ты сам же ставишь ноль, и чуть ниже пишешь, что, в принципе, история в игре была хорошая, так это, как бы, ну, основная часть игры-то, здесь, поэтому... Ну, как, воспринимать это, ну, как мне контекст, да, как отдельно, отдельную лицензию, естественно, да, этого человека не возьмут в критике, чего уж там. Но при этом, поскольку, ну, голосует очень многое количество народа, вот, то это, ну, получается, вот, вполне себе, ну, какое-то мнение. Не то, чтобы я там, не знаю. Вообще, ну, для меня, опять же, нет, как я уже сказал, не люблю там цифровые оценки, есть оценки, ну, как вот, скажем, у Еврогеймера мне нравится система оценок, да, когда там большинство рецензий, у них нет оценок, ну, типа, ну, игра-игра, можете прочитать, значит, оставить свое мнение. Есть оценка Avoid, когда, к которой мы сегодня еще дойдем там, по плану. Ну, то есть, чуваки, в эту игру вообще не стоит никому, наверное. Есть оценка Recommended, то есть, хорошая игра, и я, ну, рецензион всем советует. И есть оценка Essential, то есть, игра, которая презентует там, на игру года, на то, чтобы занять какую-то, значит, какое-то почетное место в истории жанра, и так далее. Вот, я бы тоже так там игры оценивал, и жаль, что в стиме нельзя так игры оценить, потому что там есть либо палец вверх, либо палец вниз, ну, это как бы довольно, довольно просто слишком. Вот, так что я, что я, ой, я уже забыл, что хотел сказать в начале этого сегмента. А, ну, ну, короче, да, я бы не назвал, вот, там, Торман Таинцев, номера игры года, или, или даже рекомендовать, наверное, если я работал бы на Еврогеймере, и там про нее писал, я бы и не поставил, ну, я бы и не поставил, а Void, ну, просто это игра, которая наверняка многим понравится, даже если многим и не понравится, ну, то есть, наверняка сейчас можно стикер про эту фразу сделать, типа, наверняка понравится, наверняка нет, Алексей, давай, вот, если слушаешь. Да. Я, честно говоря, подумал, что у нас еще Алексей есть, и я... Я тоже. Я не слушал. Как ты сейчас? Может, когда-нибудь. Да, ну, в общем, дело, на мой взгляд, главное, в общем, во всей этой критике, не критике, игр, как хочешь ее называй, дело в максимальной, честности, то есть, все видят, когда в стиме читают мой отзыв, смотрят мое видео, может, могут зайти опять же на стиме, посмотреть, что у меня в игре на игре, там, 2,2 часа, и у меня в тексте также написано, что, чуваки, это первое, в начале, в объем, еще даже в начале, типа, говорю, что там, вот, придет, мои первые впечатления от такой-то игры, и в конце, еще там повторюсь, напомню, это мои первые впечатления. Этого очень не хватает, конечно, вообще по всех профессиональных рецензиях, чтобы в начале, рядом там, с теми авторами, но в последней, на самом деле, чтобы было количество часов. По-моему, по-моему, на Катаку сейчас так делают, то есть, там пишут, сколько мы наиграли, и еще где-то, по-моему, вот так, то есть, и там пишут, типа, мы прошли основную историю, и там посмотрели на сайт квесты, или мы там пытались, но не смогли пройти основную историю, и уже на сайт квесты точно времени не хватило, типа того, по-моему, на Катаку, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, но... было бы интереснее читать, понимаешь? XCOM 2, 3 часа 14 минут, вау! Не, ну, это... XCOM 2, 3 часа 14 минут, это типа, я не знаю, ты интро прошел? Вот, но дело, дело в том, что мне кажется, что последние годы вот на всяких там крупных сайтах люди, люди игры проходят, наверное, то есть, у них там и бюджета хватает, не знаю, ну, если проходит, ну, это может быть, не знаю, это может быть, обманчиво. ты думаешь, писал про XCOM 2, пройдя ее, и конца? Ну, я имею ввиду, такие более, типа, я не знаю, God of War, например, недавние, выше, я думаю, что ее там все проходили, короче, чтобы поставить ей такие высокие оценки, вот, ну, то есть, это активность осмотрит. Нет, просто реально эти игры там дают задолго до релиза, почему бы не пройти, ну, не знаю, ну, то есть, окей, может быть, я не прав, вот, ну, и так, в общем, надо честно быть, я, и, я не, как, я не настаиваю на том, чтобы я вот там называю игру года, ну, ладно, если я называю игру года, и какую-то игру, игру года, то вы уже, я давным-давно, должны все купить, вот, но если просто, я мне игра какая-то нравится, я говорю, вот такая ничего, ну, то есть, какие там, недавно были, опять же, вот, о которых мы еще поговорим, о, оминсайт, на этой неделе было видео, ну, занятное, иди, мне понравилось, вот, ну, я не говорю, что это, прям, все должны купить, и так далее, и, да, нужно сказать, что там ключ нам прислали разработчики, вот, опять же, тоже важно, важно упомянуть, это безусловно, кстати, игрокода, и, прошлый раз, кстати, когда мы говорили про игры, это было, как раз, вот, конец 17-го, вот, я, я прямо это помню, что, там был такой момент, когда я говорю, да, у меня там игра года, English Space 2, вот, и там, потом, не знаю, ты делаешь ролик, и там через, там, два дня, я обнаруживаю себя, опа, у меня есть еще одна игра года, ребята, я внезапно, короче, Evil BDM 2, я не знаю, вот, кто-нибудь из вас я смотрел, нет? Ну, из-за лика, я видел, я понял, чем она отличается, короче, вот, первая часть, и многим, я понял, я так понял, что, ну, это, как бы, осовремененная такая, Silent Hill 2, например, похоже, да? Понимаешь, или нет? Формально, да, при этом, фактически, нет, потому, что, ну, то есть, понятно, что там, не тот же премис, да? Дело даже не в этом, с точки зрения, каких-то формальных, вещей, да, то, что там, survival horror, там, вид от третьего лица, и там, ты ходишь по какому-то городу, да, можно сказать, что, типа, вот, вполне себе там, Silent Hill, да? Сейчас мы перейдем в то, зачем вообще запускать игры. Давай, давай. Evil Within, вот, вот, именно эта часть, да, да, отдельно оговорюсь, я, в принципе, не люблю, игра третьего лица, я не люблю, survival horror, вообще, как бы, это абсолютно не мое, и там, первая часть, я тоже не знаю, кто-нибудь смотрел, я выдержал полчаса, это был какой-то, невероятный трэш, сделанный, я не знаю, зачем, ну, то есть, было непонятно, в чем, как бы, в чем радость, вот, ну, то есть, для тех, кто не в курсе, первый Evil Within игрока практически сходу окунал в самый трэшовый слэшер кино, которое вы можете себе представить, сюда, если вы спросите, там, у 12-летнего ребенка, что ты можешь себе представить, и он там скажет, не знаю, там, бассейн из кровищи, окей, пожалуйста, там, всюду, там, запилы с кишками, висят там, мясо, всюду, да, да, сделаем, вот, все, сразу запускают в это, без всего, без сюжета, ничего, ты просто, как бы, открываешь глаза, и там, вот, такое, господи, ребят, ну, вы чем, ну, вы серьезны, что ли, но я слышал, что в первой части, очень сильно отличались качеством главы, и, до первой хорошей, нужно было, ну, потерпеть, потом, многие были ничего. Возможно, потому что после второй, я думаю, что может там, но при этом игра, понимаешь, игра с таким дизайном, там, в самое начало, обучающий момент, что, типа, вот, подкрадывайтесь сзади, там, стеллскил, кнопкой такой-то, окей, подкрадываешься, делаешь стеллскил, он тебе говорит, ха-ха, мы пошутили, этот человек неубиваемый, и он тебя ваншотит с одного удара, от которого ты, в принципе, не можешь увернуться, и ты так, ну, ребят, ну, как бы, о чем вы думали, когда такое делается? как бы, то есть, понятно, что, да, у геймдизайнера есть, безусловно, власть над игроком, он может делать в любой момент, что угодно, ну, подобная, как бы, вот такая вот, ну, насмешка, что ли, ну, это как-то, ну, ребят, ну, вторая, вторая, вот, вот удивительно, да, насколько вот первая была, собственно, кривая по всему, вторая внезапно, совершенно идеально, с одной стороны, художественная, да, часть, это вообще, ну, это, извините, важно, там, работа художника, вот, все, что есть, как в хорошем кино, да, когда каждый кадр, ты можешь его, распечатывать и вешать, там, в журнал на разворот, потому что это, как бы, это произведение искусства, здесь, как бы, игра, которая вот сознательно, вот, собрана, не знаю, то есть, это именно, ну, кинохудожники, ну, то есть, люди дошли, вот, эстетически до какого-то, вот, топового уровня, не знаю, потому что я обычно, ну, в играх такого не замечаю, причем, именно, и это ощущение тоже, и, и разнообразие, чувство ритма, как вот интенсивности, да, когда нужно поднять стемп, когда вот крещендо, когда сбавить, промежуточные кульминации, финальные кульминации, вот, вплоть до, там, смысла, да, ради чего, потому что игра же, ну, во многих играх есть нарратив, но часто он не ведет ни к чему, да, потому что, ну, в хороших произведениях всегда должен быть какой-то смысл, да, вот к чему все это, «Властелин колец», это не просто там про то, как хорошие мужики рубились сорками, да, там вот есть, когда после завершения книги, там при этом есть вот мораль довольно, не знаю, там, которая, кстати, нет в фильмах, например, потому что Джексон решил, что ну, его нафиг, как бы, мне. Ну, там, да, можно и плейнский Эптормин вспомнить. Вот, и очень, очень в хороших произведениях, вот это важно, да, и здесь вот Evil Within, при этом, вторая часть, я, естественно, про нее говорю, да, то есть, при этом эта мораль, она не бросается в глаза, да, можно, можно подумать, да, про то, что вот этот человек, который вот в этих обстоятельствах, вот он рубился с такими чудовищами, потом всех победил, хэппи-энд, вот, вот люди постарше, особенно, если там, не знаю, семья, дети, вот, и уже, как бы, когда человек себе представляет, да, динамику, ну, то есть, это вполне такая метафора взаимоотношений в семье, вот, но, как бы, непростой, да, и когда, не знаю, там, внутрисемейные конфликты, да, что, и там человек, с кем ты конфликтуешь, он не то, что он неплохой, просто у него другие представления о том, что правильно, чем у тебя, и, как бы, это может выливаться, вот эти конфликты в совершенно-совершеннадский трэш, при этом этот пласт, если ты хочешь, ты его считываешь, если не хочешь, нет, ты его не заметишь, что он там есть, и, как бы, и о нем, не знаю, там, никто не скажет, но тот факт, что вот авторы его туда внесли, и это прям, вот, очень, очень мощно, и, какие-то просто, не знаю, там, опять-таки, возвращаясь, да, от большого искусства, каким-то, игродизайнерским вещам, гораздо больше свободы, да, если, опять-таки, первая, одна из первых комнат, ты туда вбегаешь, за тобой гонится, там, монстры чудовища, и твоя задача спрятаться, и комната маленькая, и там есть неправильные места, и одно правильное, у тебя нет способа заранее узнать, какое место неправильное, какое правильное, ну, как бы, исключительно, там, ты первый раз, нет, здесь нашел, второй раз, третий, вот здесь, да, здесь правильное место, идешь дальше, и вот, ну, какие-то такие вот производные загадки, и этого совсем нет во втором, что во втором, ну, на тебя вываливаются тактические ситуации, как ты это решаешь, твое дело, ты там можешь делать, ну, как бы, есть разные варианты, вот, вплоть до того, что там есть, ну, миссии большие, нелинейные, ты можешь какие-то вещи просто не делать, какие-то там вещи выполнять, какие-то нет, ну, то есть, вот, именно игровая свободя, и, да, и, мне, конечно, было очень неожиданно, ну, что этот проект, ну, не какой-то супер блокбастер, потому что, в общем, первая часть, я не знаю, насколько она хорошо продавалась, я знаю, что вторая продавалась гораздо хуже, и больше, вряд ли они сделают, там, ТВ в этом 3, потому что, понятное дело, что те люди, которые полюбили первую часть, ничего, никаких решений из нее, вторую не перенесено, она абсолютно другая, они, как бы, хотели вот этот же нишевый, ультра трэш слэша, а получили вместо него, мой стрим блокбастер, да, я думаю, скорее наоборот, что первые, ну, от первой многое, много чего ждали, и многие купили, потому что, там, с инземиками, и так далее, вот, она оказалась трэшем, и репутация, она перешла ко второй части, так часто же бывает. Понимаешь, да, в итоге, вот, игра пролетела, и мимо той части аудитории, которая нам могла понравиться, из-за того, что именно первая часть была совсем другой, и мимо аудитории первой части, потому что она полностью сменила направление, и как бы ничего из того, что, ну, никаких художественных решений из первой части, во второй не было, потому что, если там первая, по отзывам, это какой-то психодел, где сюжет не читается, а читается, скорее, из DLC википедии, во второй идет четкий сюжет, с самого начала, как бы конфликт, герой, мотивация, его развитие, ну, вот все, вот все, как, не знаю, по учебнику, да, и фанаты первой части, собственно, да, все негодуют, типа, это вообще что? Что вы нам за подходили? Где наша любовь и счастье? вот, и, да, и, я, конечно, надеюсь, что вот его, в 2, он всплывет, как, не знаю, там, как Blade Runner, в смысле, фильм, да, как Planescape Tormen, да, как вот игры, которые провалились при запуске, а потом вот каким-то культом, и вот, ну, там, поэтому, да. Известно, что для Prey делают DLC, то есть, для еще одной игры Bethesda, которая в прошлом году была, там, офигеть какая, но ее никто не купил, может, и для Devil Within 2 что-нибудь когда-нибудь сделают, потому что Bethesda, она, ну, видно, что как-то они там странно с деньгами, в общем, обращаются, то есть, не как другие издательства крупные. Слушай, вот про это, я, кстати, ничего не знаю, но, как я понимаю, у них же... Ну, в смысле, что они тратят деньги, там вот на... У них же с деньгами все нормально, если что-то не так, я знаю, что игровой мой кроссов давить. У них, да, у них, как бы, ну, благодаря там Fallout, там, скорее, все нормально, но не благодаря Prey, не благодаря Devil Within 2, и даже не благодаря Wolfenstein. Я, кстати, надеюсь, да, что вот Civil Within, ну, ну, в смысле, другой, любой другой издатель, бы он бы не выпускал, второй Devil Within, он бы не выпускал Prey, и так далее. Делась ей тем более к Prey, и все такое. Почему? Prey, мне кажется, вполне себе, ну, как бы, это уж такое. Не, ну, в смысле, что денег она не заработала, нифига. Ну, всегда же, ну, ААА-проекты есть, которые проваливаются, тут заранее ты не предугадаешь. Ну, да, ну, дальше-то что уже, ну. Мне очень понравилось, как они вот Elder Scrolls Online спасли. Это прям, ну, какая-то вот... А, каким как-то, ну, да, каким образом? Да. Моровиндом? Нет, не Моровиндом. Дело в том, что в какой-то момент был в Стиме бесплатный уикенд Elder Scrolls Online. И как бы, да, сперва, когда игра вышла, она стоила, у нас не было региональных цен, она стоила там 4 тысячи неподъемные деньги по тем временам, и были адские рецензии, и там, думаешь, ну, хрен с ним. Потом бесплатный уикенд, и там, я захожу, и вдруг, ну, короче, там, первые пару часов в обучающий момент это довольно фигово, к сожалению, а потом, когда вот раскрывается игра, вот это вот абсолютная свобода, и все говорят, что, типа, только не ждите онлайн Skyrim, а тут ты получаешь, елки, да это же онлайн Skyrim, только во всем Тенгриеле, господи, да это же абсолютное счастье, и все, и как бы, я там залип, господи, на 500 часов, господи. Ну, 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 Потом я думал, господи, а как же могло так получиться, да, что вот эта прекрасная игра, что она вообще провалилась при запуске, и что все ее ненавидели. И я посмотрел там какой-то получасовой ролик Angry Joe про запуск Elder Scrolls Online, ну, про... И он, да, он там все эти полчаса, он игру мочит, он убивает, он говорит про то, что какой в ней ужас, одно, второе, третье, пятое, десятое, и, да, он говорит очень убедительно, действительно, все это трэш. Единственное, что ничего этого в моем Elder Scrolls Online не было. Такое ощущение, что эти ребята, не знаю, взяли там, ну, то есть, сделали нейтральный чек-лист, да, вот по Angry Joe, может, по другим критикам, как бы, что плохо, исправили все. В итоге, ну, как бы, да, да, вот все эти решения полный трэш. Да, действительно, я с тобой полностью согласен, но, как бы, в игре ничего этого нет уже. Потому что она сперва была, ну, линейная, как вообще, кому пришла в голову делать линейную группу Elder Scrolls Online вообще странно, да, что типа ты проходишь один регион, потом у меня девушков во второй, третий, ну, как, не знаю, там. Ну, как форта форкаст, да? Если, если бы там не было при прокачке выбора регионов, ну, то есть, обычно там можно выбирать, если ты дошел там до 20 уровня, у тебя есть 2-3 региона на выбор, где можно качаться, вот, если бы, скажем, было бы, было бы одному все время, А тут скейлинг, соответственно, то есть, у тебя может быть там начинающий игрок первого уровня, он может быть там с кем-нибудь чемпионом там 600-го, и игра их приводит к более, чтобы они могли рубиться вместе, а у тебя открыт сразу весь Тамриэль, не хочешь, ты там проснулся там в севере Скайрима, не хочешь, хочешь куда-нибудь там, не знаю, в джунгли Шедоу Фена, пожалуйста, приплывай, как бы, вот, именно, да, полная свобода, и там какие-то вот куча вещей, но это основное, конечно, но, короче, ребята после запуска устроили полный редизайн игры, и это оставив, да, ну, какую-то там часть, ну, визуальную, да, оставив какие-то, и это, не знаю, мега круто, потому что, ну, фактически, они повторили разработку, вот, уже, уже после запуска, и потом, вот, как бы, это было, не помню, как это называлось, версия, да, One Time Reel, как раз, вот, вот, это переделанное, Elder Scrolls Online, и все, и теперь это, ну, идеальная, ммр, но можно это, можно вспомнить Final Fantasy 14, А там рейды есть, там вообще, то есть, там все эти? Слушай, там, конечно, есть все, да, и, ну, смотри, рейды, опять-таки, World of Warcraft, я не, потому что там есть разные, там есть, например, Dungeon на 4 человека, есть большие, так называемые, трайлы на 12, вот, рейды, это что из них? Ну, это, я думаю, что это трайлы. 12, да. Вот, и там тоже есть, стандартные, есть ветеранские, для Мик Макс, для Микс, Микс. Минмаксеров. Минмаксеров, господи, вот это, черт, прямо непривычно это слово, ни разу в жизни не пригласило. Вот, да, я туда, ветеранские, я ни в Dungeon, ни в Travel не ходил, ни разу никогда, потому что, ну, потому что вот это мета, карпеть над билдом, вот, да, ты, если хочешь, ты это делаешь, как бы, а если не хочешь, играй как в свою стандартную, одиночную, опять-таки, да, ты там можешь там рубиться в гильдиях, если не хочешь, ты можешь взять, ты будь как однопользовательская RPG, просто вокруг там ходят другие, приключаются, и что-то делают, вот, и это прям, ну, то есть, для меня это натурально Elder Scrolls 6. Я говорю, можно вспомнить Final Fantasy 14, и я очень всем рекомендую посмотреть документалку Noclip, про то, как ее из игры, которая там на старте, вообще провалилась просто, ну, ужасно, и ее все гнобили, и там, значит, новый геймдиректор пришел, сказал, так, чуваки, у нас полтора года, за полтора года делаем новую игру, вот, и они там раз, полтора года выпустили патч, и все, А, то есть, это был, да, Duel the Scrolls Online, да? То есть, у них уже был кейс, когда BTS это делала? Ну, да, да, теоретически, но Bethesda, мне кажется, меньше, ну, короче, у них меньше работы было, потому что, по той документалке, которую я смотрел, там, ну, там очень, очень многое нужно было сделать, этим японцам, которые корпели, короче, с Core Enix, там, в общем, да, посмотрите документалку Noclip, очень легко найти, и Noclip, Final Fantasy XIV, вот. Потому что, обычная же, да, типа, игра провалилась, ну, провалилась, ну, бог с ним. Ну, дело в том, что, да, дело в том, что, во-первых, сейчас все игры такие, что, ну, провалилась, там, можно исправить, в принципе, если есть желание и деньги, ну, кроме, не знаю, сюжетных, сильно, вот. А второе, что, MMO, это очень, очень большое вложение денег, поэтому, ну, хочется, хочется все-таки их вернуть, или, ну, наверное, оправдывать себя там, что нужно потратить еще, чтобы ее там переделать, и потом все-таки она, она людям понравилась. Просто до того, ну, мне были знакомы какие-то кейсы, когда пытались сделать редизайн, и игра после этого уходила на еще большее дно. да, Star Wars Galaxy давно было. Да, 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 мы про одно это же говорим. Вот, поэтому, что, понятное дело, не вдохновляет на том последователей, типа, что вы хотите, чтобы еще денег в эту яму вбухали? Спасибо вам, ребята. Ну, да, разные, конечно, ситуации бывают. Вот, ну, я сейчас прям уже готов был вам всем рассказывать про то, что вы, ну, про Холл Найт опять, как в прошлом году. Типа, игру года вы пропустили, дурачки, сейчас там, она только нафига, потому что, ну, сейчас, вот, сейчас на свече выйдет, не знаю, они там все тормозят, потому что там три человека, без свечи. ну, в смысле, дело, дело в том, что, вот, игра вышла только на пикайте, под доме мейнстрима, как бы, ну, не хватило ей, вот, консольных версий, то есть, и сейчас они должны выпустить на свече, а потом после свечи, то есть, свечи-то, у них Kickstarter был, промис, вот, и, перед, перед свеч-версией они не могут выпустить игру на PS4 и на Xbox One, ну, так как обещали людям, сначала выпустить на свече, вот, но если они, вот, ближайшее время, не знаю, они все никак не могут объявить дату релиза, потому что там игра, ну, очень сложно портируется, хотя казалось бы, там, типа, 2D, метро и двани, и так далее, вот, но да, в ближайшее время должна все-таки выйти, а потом выйдет на других консолях, и, в общем, я прям жду, как, ну, я надеюсь, не знаю, ну, вот, в, тех изданиях, короче, которые, в прошлом году ее не заметили, надо будет, игра года 2018, и так далее, потому что, ох, ну, я так хорошо, я не умею так хорошо рассказывать, как там, есть такой замечательный человек, Шон Плот, Day9, который, когда-то там, StarCraft продвигал очень сильно, ну, и вообще, сейчас, Hearthstone, и другие игры там хорошие, не только от Blizzard, вот, и он, я помню, я смотрел, Let's Play, его, как он играет в Hollow Knight первый раз, и он там реально, вот, сразу замечает, как, насколько там, ну, в общем, все хорошо, и геймдизайн, и визуальный дизайн, там, музыка, не знаю, все в этой игре, все, все, нет в этой игре, никаких, минусов, чуваки, я вам гарантирую, как бы тебе сказали, ну, то есть, там, там есть одно, одно, контроверсил, так сказать, решение, когда ты заходишь в новую локацию, и у тебя нет карты, ты открываешь карту, и там, там просто, ну, там нет карты, написано, у тебя нет карты, иди ищи чувака, на этой локации, которая тебе карту продаст, и потом ты ее будешь заполнять сам, вот, и, ну, а локация там есть, метро и двойная, там запутанная, ну, вот, и ты будешь бродить, во тьме, так сказать, пока я только, пока этого чувака, скатся не найдешь, ну, там люди, да, может, это не понравится, мне, мне норм, мне без разницы, в принципе, ну, нет карты, окей, буду так разбираться, вот, но в остальном, то есть, опять же, как ты говорил, я не играю в сфу, а в хорроры, я там, значит, не люблю играть третьего лица, у меня тоже самое было с, в метро и двойной, вот, ну, я не играю в метро и двойной, не особо там, у меня, у меня нет в списке любимых игр за все время, Castlevania Symphony of the Night, не знаю, каких там еще, ну, метро и двойной, много других крутых, вот, и не особо играю в платформеры, и так далее, но, опять же, вот, Hollow Knight, это, это да. Ну, вот, собственно, да, нет недостатков, кроме жанра, потому что понятно, потому что в 21 веке, чтобы быть игрой года, ну, игрой года, в принципе, не может быть плоским. А, инди, инди платформу, да, за 12, это все. Сколько его там продавали, за 15 баксов, по-моему, ну, да, ну, не может быть, к сожалению, то есть, конечно, ему там, в этом году, ну, что, что может Hollow Knight противопоставить God of the World другим там играм, вот, но, ну, когда ворота скучно, вот, а Hollow Knight, это, это интересная игра, в общем, да, надеюсь, надеюсь, когда она все-таки выйдет на все консоли, чуваки, ну, реально, ну, то есть, она в стиме продавалась тиражом миллионы больше, это уже вполне, вполне себе хорошо для инди-разработчика, которая компания стоит из трех человек, и там, несколько им помогали, немножко, но они заслужат больше, они вот, то есть, в прошлом году была Cuphead, которую, понятно, Microsoft продвигала, и так далее, ну, блин, Cuphead по сравнению с, ну, то есть, работы в нее было заложено гораздо меньше, чем Hollow Knight, если не считать, вот, да, там нарисована эта анимация, очень крутая, в Cuphead, то там гораздо меньше, если не считать, слушай, извини, это примерно 100%, я думаю. Ну, это же не проигровая концепция. Анимация же не проигровала, это как, ну, то есть, в основном, то есть, может, это вопрос, потому что, опять-таки, да, возвращаясь, для чего вообще играть в игры, да, что, ты же не просто играешь, там, в геймплей прототип, да, как вот, я не помню, там, Кранк делал, что-то, типа, треугольнички и квадратики, ну, это должно быть интересно, да, вот, нет, конечно, тебе должно быть, ну, должно быть, ну, эстетическое впечатление, потому что, я не играл в капхет, конечно же, вот, но тут ты смотришь, там, 10 секунд ролика, тебе, да, тебе понятно, почему, почему это действительно хорошо, ну, да, правда, конечно, желание поповывать самому, почему-то не возникает, но это, может быть и обманчивое впечатление, у меня также его не было, насчет, вот, Abyss Odyssey, тоже плоская аркада, Rocklight, вот, и Steam чилийской, вот, хотя я очень люблю Steam, вот, а тут вдруг, наконец, как-то руки до нее дошли, и оказалось, что, господи, почему-то это очень приятно, хотя, опять-таки, как ты сказал, не любишь плоские аркады, нет, ну, ну, конечно, понимаете, я вот и первые две минуты, когда я там первый раз удалил врага, в Hollow Knight, и там последний час, когда я пытался, пытался понять, значит, а что вообще там в этом мире произошло, и как к этому относиться, и был ли последний босс там, значит, таким плохим, ну, как обычно это бывает, вот, и, в общем, и с первых минут до последнего часа эта игра, она не переставала удивлять, и не переставала, она чуть-чуть новое показывать. Прошел до конца. Ну, сколько времени? Сколько там, типа, ой, я сейчас скажу, сколько это заняло, заняло 52 часа у меня наигранном, но это не, там, максимум 106% прохождения, там есть Counter, когда проходишь, то есть, когда, когда концовку какую-нибудь получаешь, тебе показывают, сколько процентов, и у меня, по-моему, что типа, 99, ну, то есть, там был один, один сильно, сильно дурацкий квест, когда из одного карты, из одного конца карты в другой нужно пронести цвесточек, и при этом нельзя поливаться быстрым перемещением, и нельзя получать урон, ну, в общем, нахер. Ну, должны просто глянуть. Это, это слишком жестко для меня, вот. И в драках тоже повреждаются. Также есть там режим, ну, Iron Man, то есть, когда нельзя умирать, но тоже, это уже слишком для меня, вот. И, есть последний, не последний босс, а есть последний босс 2-го DLC, который, не знаю, ну, то есть, я уж, я как-то слишком стар, у меня нет такой реакции, в общем, то есть, остальные боссы, они пыли, ну, так, ну, были сложные боссы, но там, я видел для себя, короче, путь к победе, ну, вот, в случае последнего босса 2-го DLC, я вообще не представляю, как его убить, поэтому, вот. Может, там, третий, а, это же все бесплатное, кстати, да, и это просто невероятно, чуваки, когда они выпустили игру за 15 баксов, а у нас она стоит, там вообще, не знаю, 300-400 рублей в России, и сколько в ней всего, и они потом еще и бесплатно все выпускали, потому что, ну, на Кикстартере обещали, в общем, да, не знаю, ну, хватит, короче, про Холлона, потому что, я и так уже всех задолбал, всех задолбал в прошлом году, но, меньше, чем Хитманом. Меня миновало. Вот. У меня, непройденный последний босс, остался тоже на похоже, и плоская Аккарди, а Аркадий, господи, Апофеон, про Древнюю Грецию. Собственно, у кого еще какие последние было, сонепройзи? Это же Dark Souls, про Древнюю Грецию, насколько я помню. Ну, не то, что Dark Souls, но тогда... Ну, такая, полушутка. Не, не знаю, обычно я так-то все заканчиваю, если уж дошел до конца, ну, то есть, Hollow Knight, одна из очень немногих игр, которые смогли мне вот так вот сказать, чувак, вот тут есть босс, которого ты не убьешь. Я такой, ну да. Посмотрел, ну, наверное, не убью. Посмотрел на Ютьюбе, чувак там его убил меньше, чем за минуту, не получая повреждения, такой, ну, ну, бывает. Ну, а я, я не смогу. Нет. Ну, то есть, это, это, ну, он просто слишком быстрый, вот и все, вот, моя единственная, не то, что претензия, моя, моя, мое оправдание перед собой. Так что, не знаю, может, может, потом какую-нибудь таблетку приму, чтобы время, время замедлилось, и тогда, можно будет его убить, пока что. Вот, ну да, собственно, мы тут уже, сейчас разговариваем, давайте уже, это планы дойдем, а что ты как хочешь, можешь оставаться, можешь, нет, да может, что там сказать. Ребятки, ваш план это уже, смотрите, считайте, что я с вами, но поскольку насчет плана, мне, в общем, сказать особо нечего, то как бы, душу я с вами. Ну, давай, все, пока тогда. Пока, спасибо тебе. Да, огромное спасибо. Ну, все, дорогие друзья, теперь, собственно, что было за неделю, за неделю, на нашем канале, например, появилось два видео, на самом деле, об этом в начале, сказать, ну ладно, видео про Wizard of Legend, о котором, у меня, самое положительное впечатление, почти как от Холуна, я не знаю, ну, по первым, опять же, часам, мы уже сегодня это обсуждали, вот, и, видео об, Омэнсайд, который, там, день с рука, Индия, экшен от третьего лица, ну, не от третьего, там, камера, дальше, висит, обычно, и она тоже ничего, хоть и не игроголя, ну, в общем, интересные, игры, посмотрите видео, я думаю, хоть одна из них, вам понравится, если вы, прям, не ненавидите, инди, скажем так, вот, и, ну, нужно там поговорить, типа, была анонсирована, рейдж 2, которая, которую делают, в, эволэнч, и, id Software, а в основном, в Эволэнч, те люди, которые делали, Mad Max, а нам тут, Mad Max понравилось, я помню, то есть, коли даже понравилось, да, в принципе, как говорится, чего бы ей не понравится, потому что там, хорошая работа, с локациями, все разные, противники, вообще, просто, чисто, чисто полазить, интересно, да, несмотря на то, что люди, там, иогнобилицы, то, что, ой, открыто, мирно, все надоело, там, значит, чек-лист, каждую локацию, а мне, наверное, мне очень понравились, ну, очень понравилось то, что из, казалось бы, пустыни, нарезали там на, сколько, не знаю, 7-8 кусков, и все эти куски очень сильно отличаются друг от друга, и все вот эти, значит, порты врагов, которые в Open World играх нужно захватывать, они в Mad Max все очень разные, очень разные, есть прям вообще клевые, там, подвешенные между скалами, там, допустим, домики или на мосту, например, в общем, до сих пор помню, вот, так что, я вполне уверен, что Rage 2 смогут сделать окей, несмотря на то, что это чуть другое, там, шутер от первого лица, но здесь тоже будут поездки на машинках по катушке, открытый мир, все такое, вот, и первая часть мне когда-то более-менее понравилась, то есть, конечно, она была скучная, жесть просто, но там было много составляющих, которые, ну, были прям максимального качества, скажем так, понятно, что от новой игры, от новой вселенной id Software ждали гораздо больше, вот, и тем временем, я так понимаю, что пока вот Avalanche с поддержкой id Software они делают Rage 2, в основном id Software она занимается Doom 2, что тоже хорошие новости, тут, Doom, Doom 2000 там, 19, не знаю, что же, да, все уже, понятно, что нет, да, ничего страшного, ну, на самом деле, вот, люди жалуются на то, что, ой, Doom тогда был и сейчас был, Buzzle Front тогда был и сейчас был, не знаю, по-моему, всегда в разговорах понятно из контекста, когда ты говоришь о том думе и когда говоришь о новом думе, и когда говоришь о том думе 2 и о новом думе 2, так что, ну, ничего страшного, пускай называют как хотят, лишь бы игра хорошая была, вот, больше, ну, тут показали, как бы, геймплей трейлер, там, люди догадываются, что в Rage 2 может быть кооператив, там, по каким-то кадрам, вот, ну, не знаю, важно это или нет, чуваки, пока что мало информации по игру, особо, поэтому, ждем, и ты, вот, добыли, у вас что-то спросить насчет E3, он, наверное, это ждет, но я думаю, что он, наверное, ничего не ждет, никому не верю, ничего не ждут, вот, он уже попал по факту, да, что там, что там дальше, ну, Клифф Близинский закрыл свою студию, как будто, кто этого не ожидал, поднимите руки, вот, что, лоу-брейкерс провалилась с таким крохотом, что я не знаю, вот, но, оказалось, что, этого грохота хватило, чтобы, в общем, китайцы перестали, совсем, совсем давать денег в Близинске, и ему, как стало очевидно теперь, пришлось, вот, это свое, значит, Родикал Хайдс, которая, Battle Royale, Battle Royale, выпустить, ну, анонсировать, на следующий день выпустить, типа, на несколько дней, на несколько месяцев раньше, чем они планировали, вот, поэтому, там, тупо были, на карте, незатекстуренные дома, там, много чего было, плохо, видно, что игра, она, и они так это обозвали, Extreme Orly Access, потому что, чуваки, ну, реально, у нас денег нет, вот, то есть, хоть как-то, какой-то кэшфлоу организовать, и, очевидно, кэшфлоу с, Родикал Хайдса не хватило, ну, все, земля, земля пуха, и, там, наверняка, люди, которые, собственно, работали на Клифф, они, там, себе новую работу найдут, я уверен, вот, а Клифф, то, собственно, чё, ну, ну, а чё, Клифф? И он нет, он с голоду не помрет, скажем так. Ну, я думаю, что да, ему сбережений старых ещё хватит, значит, он там. Просто, и не то, что, и не сказать, чтобы игрой на стрим потеряла многое, то есть, лоу-брейкерсы, Родикал Хайдс, не такие прям, выдающиеся представители, вообще, я бы сказал, не выдающиеся представители своих жанров, вот, ну, ну, да. И, ну, там отмечу, типа, серверы Родикал Хайдса не будут работать в ближайшее время, как он сказал, окей, то есть, наверняка, недорого поддерживать, ну, не слишком, наверное, дорого поддерживать это всё, когда, когда играет так мало народа. Вот. Также, конечно, анонсировали, Григорович анонсировал Сталкер 2. Ну, самое это, да, здесь Юрий, который вам известен как Турваджедай, он наиболее, так сказать, рациональное объяснение предложил, на мой взгляд, что просто домен, права, да, там, на домен истекали, решили, да, ну, то есть, без обид, без всяких, без обид. Ну, как бы, нет никаких, нет, даже никаких, никаких артов нет, есть сайт stalker2.com, на него написано, ну, как вы видите, stalker2 2021, и, причем, это даже не картинка, такой шрифт, вот, и все, больше ничего нет, типа, ждите 21 года, вот, и, как там кто-то другой, не знаю, не помню уже, кто-то в титре написал, что у Григоровича бутераты закончились, и он, значит, решил сегодня на сервис stalker2, и если посмотреть в фейсбуке, что он там пишет, то, ну, не знаю, жестко, может быть, и бутераты закончились, вот, ну, в общем, опять здесь, да, то есть, вы вылезли, конечно, что очень забавно, вы вылезли аналитики, это все, не, ну, это нормально, вот, ну, просто, что, ну, это такой шум произвело, то есть, понятно, не half-life 3, допустим, на stalker2, это же, это прямо, ждите сразу, 10 тысяч очков, у поста, stalker, очень, очень важный, для снг, в этом случае, проект, все-таки, ну, наверное, да, но, играть я буду там, не стал, короче, первые stalker, вот, даже тогда и сейчас, и вообще, я, к тому, что, ну, люди очень много ждут, и мне кажется, что, нихера не будет, вот, ну, то есть, если ты анонсируешь игру, так, за 3 года до, или за эти, даже артов никаких нет, ничего нет, и, ну, не знаю, ну, как будто, действительно, вот, домен продлили, и, пш, окей, и, это же, это же, это же анонсированная игра, я, можно переносить, потом, переносить, без проблем, потом, все забудут, есть, есть, очень важный момент, что, ну, как бы, для самого Григоровича, это такое, очень, ну, позитивно, позитивно, то есть, это вот, ассертивно, сейчас, себе, просто, для себя, он там решил, что, анонсирует, и, теперь, он, и, теперь, может, сделать, ну, и, насколько я помню, казаки, вот эти новые, вот, GSC Game World, они там, не то, чтобы заработали денег, столько, чтобы на них, можно было сделать, сталкер 2, как, каким его себе, можно представить, вот, так, что, ну, мои, мои полномочия, тут все, если использовать, сколько лет, этому мему, ну, я не знаю, то есть, он был популярный, все равно, да, ладно, ну, в общем, чуваки, что я могу сказать, еще про сталкер 2, все, блин, даже, даже, даже не думайте, что эта игра когда-либо выйдет, вот, ну, или, если вы, Григорович, то приходите к нам в подкасты, и докажите обратно, что там, что там, Microsoft, мне, мне очень понравилось, вот, на этой неделе, они представили новый контроллер, под названием, Xbox Adaptive Controller, и, стоит он нам 100 баксов, и выглядит просто, как, вот, такая панелька, с двумя большими, опять же, с сенсорными панелями, там, большими кнопками, и так далее, для людей, которые, ну, с ограниченными возможностями, то есть, если у вас, если вы там, какой-то инвалид, если у вас там, не знаю, нет руки, или у вас там, нет нескольких пальцев, понятно, что с обычным контроллером, вам играть сложно, и вы, сейчас, если вы хотите играть в игры, вам приходится, ну, в общем, придумывать всякие штуки, и Майкрософт, они решили, вот, прям так сделать, first party, то есть, third party от других компаний, были такие контроллеры, но Майкрософт, она решила сделать свой, вот, типа, официальный, и это прям хороший ход, в этом контроллере еще и 19, короче, входов, выходов для подключения периферии, и, ну, специальных, короче, кнопок для людей, с ограниченными возможностями, и, в общем, да, это прям, нельзя не поощрять, нельзя не приветствовать, мне кажется, Майкрософт, малосы, вот, еще бы игры там выпислили, ну ладно, это уже второе дело, вот, ну, ну, что тут еще добавить, просто очень хорошая ночь, мне понравилось, как бы, всем стоит за это, не то, что там, понятно, что Майкрософт, большая корпорация, и так далее, но, ну, могут же люди, когда захотят, а вот, посмотрите, если, если, если вас это касается, там, по ссылочкам, я думаю, вам понравится, далее, ой, ну, Call of Duty, ну, то есть, чуваки, мы начали, мы начали этот подкаст, такого, значит, таких интересных тем, а тут уже, Call of Duty подкралась, не я, когда, да, когда, Call of Duty, всегда обязательно, кто-нибудь говорит, Call of Duty, да, да, ну, просто, что, ни у одного Коли, ни у второго Коли, в этом подкасте, ну, не найдется вообще никаких, для Call of Duty, потому что, я там, не играл, наверное, типа, 2005, 2006, наверное, года в Call of Duty, Коля, наверное, тогда не играл, второй, я вообще никогда не играл до школы, девяти, честно говоря, я вот, простите меня, но не сильно жалею, ну, да, я тоже, как бы, не сильно жалею, но, там, знаете, в, в сети уже много аналитики, про повод, по поводу того, что, вот, тут мультиплеер будет такой, прям, ой, лучший, там, значит, но переработают, но, опять же, возьмут новые элементы, основные элементы будут старыми, но возьмут классы, там, как в Rainbow Six Siege или Overwatch, даже, ой, ну, ребята, я ничего не могу по этому поводу сказать, поэтому, ну, а, как бы, единственное, о чем я могу сказать, да, что там будет новый режим Battle Royale, но, я бы от него ничего не ждал, то есть, Fortnite или там PUBG, наверняка будет лучше, чем Call of Duty Battle Royale, ну, просто потому, что эти игры, они на это нацелены, а Call of Duty, это, как бы, более широкая игра, вот, и, второе, там не будет компании, то есть, за те же деньги вам, вам дадут меньше игры, и это, ну, в духе времени, вот, поэтому, как-то так, как-то так, вот, а, ну, и на свечении выйдет, как раньше были слухи, что, типа, выйдет на свеча, на свечении будет игры, и не надеетесь, понятно, потому что Switch не может, не может такие игры показывать, вот, да то, о чем я могу рассказать, так, это Steam Link, приложение мобильное, чуваки, и могу вам тоже порекомендовать всем, когда там, наверное, в 16-м году, Valve начала продавать эти штуки Steam Link, то есть, такие коробочки, которые подключаются к телевизору, и на них компьютер через локальную сеть, значит, транслирует игру, и ты можешь играть, на телевизоре, там, в другой комнате, вот, теперь это можно сделать с помощью мобильного приложения, если у вас телевизор на андроиде, Sony, например, из последних лет, или если у вас, ну, смартфон, или планшет, и стабильная, значит, беспроводная сеть, высоко, ну, достаточно высокая, скоростная, там пишут, типа, надо обязательно 5 ГГц, на самом деле, там, на практике, не особо, вот, зависит от ваших, там, еще, требований к разрешению, к качеству картинки, и так далее, и, короче, эта штука работает, очень просто, причем, то есть, вот, у меня есть беспроводной геймпад, который по блютуз подключается к смартфону, а ты в бету записался, как это вообще делается? А просто, там, ну, это такая бета, как бы, которая в названии написана бета, а не, то есть, ты заходишь на Google Play Store, магазин, вот этот, ты нажимаешь кнопку установить приложение, и все работает, вот, это такая бета, валовская, а его, оно ищется там, то есть, как вот, ну, ну, не знаю, вон, ссылка в описании подкаста, если кому интересно, хорошо, я не пробовал сам искать, просто я всегда так, перешел по ссылке, нормально, да, должно, меня больше интересует планшет, а, 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 заходят, сертификацию, все дела, там же, Apple, вот, но, тоже должно в ближайшее время появиться, пока вроде нет, вот, ну, я к тому, что работает, чуваки, то есть, вот, нажимаешь одну кнопку, ну, подключил геймпад к телефону, а это тоже, типа, делал пару секунд по блютусу, а, потом, ну, накомпируем, включен Steam, если вы в одной и той же Wi-Fi сети, ты на этом приложении нажимаешь одну кнопочку, типа, ну, и все, оно работает, оно транслирует тебе, даже может транслировать, ну, рабочий стол, то есть, ты можешь им пользоваться, как, удаленным, рабочим столом, вот, или ты можешь запустить Steam, в режиме, Big Picture для контроля, ну, для геймпадов, и, ну, есть, конечно, input lag, небольшой, зависит от вашего Wi-Fi, и так далее, качество картинки зависит от вашего Wi-Fi, там, и какие-то затыки, трансляции, тоже зависит от, ну, помех, не знаю, но у меня тут ситуация в доме, вот, я живу, короче, на девятом этаже, в угловой квартире, и, это очень помогает, значит, радиофону оставаться более-менее чистым, поэтому, да, у меня работает, она вообще шикарная, ну, и, как бы, и не то, чтобы я там, мне это было сильно нужно, вот, ну, играть на телефоне с геймпадом, не очень удобная штука, чуваки, даже лежа, не знаю, то есть, незачем это все, но просто меня удивляет, короче, что вот два года назад, это было возможно, типа, только с помощью коробочки, а теперь вот, прям вот так просто, и по нажатию одной кнопки, есть другие сторонние приложения, и много, похожие, но, они, ну, там, требуют более тонкой настройки, и на пика, и на смартфоне, а тут, ну, пара кнопок нажала, и все, в общем, попробуйте, да, если у вас есть Android, девайс, и, там, геймпад беспроводной, любой, не только, Steam геймпад, любой, вот, а также, а также, что там, небольшая новость о том, что на этой E3 будет, пресс-конференция Devolver Digital, и она будет, насколько я помню, опять записана заранее, то есть, не в прямом эфире, и они вот, в своем твиттере извиняются заранее, я с ними согласен, и я, как и в прошлом году, я посмотрю эту презентацию, и буду очень рад, и вам всем рекомендую, и я не буду ее комментировать, потому что, нет смысла, ну да, там, наверное, покажут, типа, может, Sirius M4, и так далее, но это, это не главное, короче, в пресс-конференции Devolver Digital на E3, так что, обязательно, вот, это когда, июнь, 10, 8 п.м. Pacific, это плюс 10 часов, то есть, в 6 утра 11 числа, запишите себе в календаре, июня, забавно, что когда кончится E3, начнем с чемпионат мира по футболу, вот так, я даже не знал, когда там какой чемпионат первого футбола, это на E3, 12-го, 15-го, чемпионат, по-моему, 15-го, начинается, если я, не ошибаюсь, где он там, в этот раз, в России, вот такие новости, ну, я, 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 я только что узнал, ладно, да, Коля, давай, расскажи, быстро, ну, что знаешь, про новый Paradox дрочили, потому что, прошел, Pdx, Pdx, по-моему, рассказал уже, на, так сказать, на микрофон, ага, то, что, вот, что, что касается императора Рим, но, я очень боюсь, там, у меня зарыто 1900 часов Европа универсалис, тут и для нее новое дополнение, значит, да, и я очень боюсь в этом плане император, вот этот Роум, потому что там будет древнеримская стратегия, там уже, в общем, там куча, там очень подробная карта, там куча механик, которые там не реверс, инженер, бэктрек, в общем, там люди по скриншотам, там механики эти угадали, с одной стороны, это, конечно, очень интересно, но, с другой стороны, больно, что они сейчас там наворотят, и опять там, это время убивать, и также Age of Wonders, от голландцев, которых они купили, это Planet Fall, но, это немножко странная штучка такая, в том плане, что там те же самые механики, что в фентезии на Age of Wonders, которые сама по себе нечто среднее между героями меча и магией, и мастером в Magic, теперь там типа... Sci-Fi. Да, Sci-Fi на другой планете, ну, я играл в Age of Wonders последнюю, но и она как бы, ну, она как бы и ничего, вот, но как бы все равно и в героев, какие бы они там, в герои 3, какие бы они древние бы ни были, в них, и Master of Magic, который 23 года, 24, в нее охотнее играется, чем в Age of Wonders, поэтому я не знаю, то есть, вот, как-то, вот, во все вот это, вот, в этот геймплей, в него верится, когда он фэнтезийный, а если он еще будет, вот, в сеттинге этого Sid Meier's Alpha Centauri, или по цивилизации, вот, это, стендалончик, это, как он там назывался, к, пятой, пятой, к четвертой, Beyond, Beyond, Beyond Earth, Beyond Earth, да, к четвертой или к пятой? К пятой. К пятой, да, при том, что, кстати, Beyond Earth достаточно прикольная, вот, фиг знает, как вот эта штука попрет, но там, также там, дополнение к этому, Farron of Fire, да, там и простылались, новое, 22 мая выйдет. Да, с Crusaders 2, я ничего не могу сказать, да, Crusaders 2, дополнения, в общем, на улице покойников, парадокс, праздник, там, произошел, ну, как сказать, про X-Con, такое, такое, такое дело, но я, как внешний наблюдатель, могу сказать, что вот, Planetfall, меня заинтересовал, остальное, это, понятно, не знаю, потом, потом, расскажешь, что, честно говоря, не знаю, но это все будет в 2019, по-моему, вот, так что, это еще не скоро, но, там, вот, к Европе, они, в Индию, напихают еще больше провинции, то есть, у них обычные, какие-то там, механики добавят, но это, ребята, дежурная, абсолютно речь, какие-то, они, ну да, это, кинская, в Харсу Вайрон, там, то есть, они дуют, там, я, парадокс, представляю себе, человека, который во все парадоксы, вращения не играет, хорошо заносит этот человек, наверное, CEO, парадокс, насколько я помню, что он, типа, играет в игры, ну, Серега, реквы, эстер, если он там еще не ушел, вот, такие, такие дела, чуваки, вот, и, собственно, все, что было на этой неделе, ну, там еще был, был скандальчик, типа, на Steam запрещают игры с сиськами, но потом выяснилось, что, ну, сначала Steam, Valve, точнее, разослала, авторам этих игр, страшное письмо, с тем, что, типа, чуваки, за две недели убрать сиськи, или, значит, мы вас удалим из стора, вот, они, ну, естественно, Delicious, Delicious, Flat Chest, естественно, после этого, в интернете осталось, только сайта, не удаляйте из Steam и сиськи, вот, и, вчера, я видел, вон, типа, все эти разработчики пишут, что, ой, она пришла новое письмо, Valve изменяется, и говорит, что, что взяла, мы пересмотрим эту тему, вот, так что, ничего не станет, сиськи останутся у Steam и все хорошо, чуваки, ну, то есть, вот эти все, Visual Novels, Hintai, нормально будет, я, я еще и куплю, может, пару потом, чтобы поддержать их, поддерживать, да, все, когда там, релизы давайте, значит, ну, про One Insight я уже сказал, если вам интересно, посмотрите, мое видео, о ней, и я тоже скажу, чуваки, отдельное вам спасибо, если, во-первых, дослушали до этого момента, уже отдельное спасибо, вот, но, во-вторых, огромное отдельное спасибо, там, всем новым подписчикам, которых, недавно было 500, теперь же почти 600, и вот эти, значит, видео про One Insight и Wizard of Legend, они приближаются, там, к отметке в 1000 просмотров, а, видео про Conan Exiles, уже больше 1000, и, мораль такая, что, Коля молодец, ну, мораль такая, что надо, ну, игры присылать до релиза, и тогда все будет такие, если, если видео публиковать, значит, на, когда эмбарго падает, тогда все будет такие, вот, ну, и да, One Insight, посмотрите видео, далее вышла, Маки, Макиавилейн, наверное, так читается, примерно, Макиавилейн, Макиавилейн, да, стратегия, ну, не знаю, тактика, стратегия, бильдер, значит, про то, как нужно пугать гостей в вашем доме ужасов, клевая, наверное, интересная, но оценочек не очень, к сожалению, вот, и ключ мне не прислали, гады, так что, ну, ладно, ну, в общем, сильный инди, вот, также 2D экшен, платформер Fox, Fox and Forest, сколько там, 73 балла, видимо, средненький, но, опять же, любителям фурей, и такой пиксель-арт, скорее напоминает, типа, не 16-битная игра, а какие-то старые, DOS игры, что ли, какой-то, прям, Jazz Jack Rabbit, что ли, ну, что-то такое, ближинство, да, да, опять же, вот, также вышло, очень интересное, Farlong Sales, indie, поэма, то есть, там, вы на каком-то, таком, стимпанковском, или, ну, даже там, то есть, там, по-моему, просто паруса, в общем, судни, плывете по, плывете, едете, по пустыне, не только, и, там, не то, что там, нет игроков, ой, в смысле, нет противников, и так далее, ну, просто история, и, как я там, почитал про нее, немножко, в ней гораздо больше, ну, историй, собственно, чем даже там, всяких, God of War, и так далее, больше, вот, как там, Ашот говорил, морали, типа того, так что, да, обратите внимание, вышел второй эпизод, The Council, которая, ну, эпизодический, Q-Quest, с элементами RPG, то есть, там, они взяли, Life Strange и The Walking Dead, они добавили, какие-то RPG элементы, которые, статы, вы прокачиваете, они влияют на ваши выборы, но, в остальном, в принципе, то же самое, вот, и Ацинкс Амике, так что, ну, смотрите сами, вот, что там дальше, State of Decay 2, а, она еще не вышла, но она выйдет через два дня, с того момента, как мы это записываем, и оценки у нее уже, примерно, такие же, как и в Sea of Thieves, и мне не прислали ключ, ооо, это все, и я, все, мы все эти, мы обо всем все срочно все, да, но дело в том, что я просто прочитал лицензию на Еврогеймере, и там было написано, avoid, и там так, так вдруг просто разносят, чуваки, что, ну, это просто, это тайтл от Майкрософта, с помощью которого, Майкрософт пытается, там, мучительно, пытается людей, ну, не то, что я не знаю, что они пытаются сделать, в общем, ну, это не триплая игра, на том, что 30 баксов, как бы, окей, но, ну, в общем, это опять не игра, которая должна Xbox сделать привлекательной платформой, и нихера у него этого не получится, когда зомби игра с очень большими, с очень серьезными недостатками, она может, там, привлечь внимание, взять, потому что, там, ну, довольно уникальная штука, в плане, управления, там, убежищем, не знаю, составом, значит, людей, которые в нем живут, и, все такое, но, это все, что в игре есть, а еще в игре есть огромное количество багов, вот, и прям самых ужасных, таких, которые, вот, ну, реально, все портят, как, ну, если верить Еврогеймеру, и другим изданиям тоже, которые про баги писали, так что, опять не шмагла, вот, ну, и, если вам вдруг нравятся бесконечные раннеры, ну, не бесконечные, на самом деле, с уровнями, вот, обратите внимание, скоро выйдет Раннер 3, и это, ну, по-моему, так называется, это раньше называлось, бит 3 пранер, потом называлось, бит 3 пранер 2, а теперь, а еще там был какой-то, после двоеточия, несколько слов, а теперь называется просто, раннер 3, и там, в озвучке есть чувак, который, значит, Марио озвучивает, ну, или Нитендо, и все такое, и, отличный раннер, вот, судя по оценкам видео, которые я смотрел, вот, но, ну, это раннер, поэтому, типа, не ждите от него много, вот, и все, вот, огромное спасибо еще раз тем, кто заслушал до этого момента, огромное спасибо, что это, который уже ушел, огромное спасибо, Николая, спасибо, ну, Николай тут немножко приболел, опять же, и все равно, завтра бы на работу выйти, не задолбало, болеть, в общем, чуваки, там, вы достаточно все молодые, занимайтесь своим здоровьем, пожалуйста, ну, 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 акклимциация сложная, чтобы там быть, там, какими-то качками, хотя бы, чтобы не болеть, в общем, смотрите, чтобы, чтобы не быть, там, да, иногда, это, иногда я занимаюсь, спортом, чтобы не быть совсем больным, как-то я сжег калорию, ну, это, естественно, стыдная шутка, как-то я сжег калорию, просто, чтобы послышать, послышать, как она орет, вот, так что, да, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если не понравилось видео, ставьте дизлайк, не видео, а просто выпуск подкаст, на самом деле, приходите в комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш, значит, на саундклауде, на iTunes, где вам более удобнее, но, лучше на YouTube, потому что у нас выходят другие видео интересные, вот, и в ближайшее время, чуваки, мне тут прислали ключ на ADOM, а ADOM это Ancient Domains of Mystery, один из первых, типа, рог лайков, и, который в 2015 году вышел в стиме в новом обличье, ну, и, в общем, просит, ну, не то же просит, просто предложили, типа, посмотрите, я такой, а почему бы и нет, вот, и, наверное, выпущу видео про ADOM, ну, где-то не новая игра и так далее, но все равно, мне интересно, так же, наконец-то, наверное, будет уже видео про Colt Simulator, который выходит 31 числа, и который, ну, все-таки уже пора, уже давно ключ прислали, а я так в нее особо еще не наиграл, вот, и в начале июня, там, 5 июня, выйдет Anti-Gravator, антиграф, собственно, гонки, похоже на вайп-аут, и там, миллион других, вот, у меня экспертизы в этом вопросе особо нет, но я поиграю, все равно вам расскажу, вот, тоже видео будет там, ближайшие пару недель, и, опять же, я не буду, не буду пока поддерживать тот темп, который взял типа пару недель назад, да, по три видео, по два видео в неделю, но по одному видео точно будет, а может и больше, вот, и, что там надо еще сказать, а, ну, если вам, короче, очень нравится то, что мы это делаем, то мы были очень признательны, если вы нажали на кнопочку, на ссылку на Patreon, вот, и там дали бы нам денег, доллара в месяц, пять долларов в месяц, сколько угодно, мы будем очень благодарны, не будем, если вам 100 долларов в месяц, мы вряд ли будем отказывать, да, и тем, кто уже это делает, огромное отдельное спасибо, вот, ну, и, если, я говорю, если вам очень нравится, если вы хотите, чтобы больше было видео про всякие другие игры, то вы очень поможете, вот, все, на этом, до следующих встреч, Коля, пока, и вам всем тоже пока, да, пока, ребята. Пока, 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 пока,